Практически все биографии, которые вышли в мире про Путина, они отрицают правду. У Путина не эта мать, не этот отец, не это место рождения и не эта дата рождения, то есть всё не так. Эти его родители, Путины, отдали Вовку своим каким-то родственникам. Мотивы Путина в Чеченске это стать президентом. Это был единственный путь, который мог показать Путина как героя. С самого начала украинская тема, это была его главная ненавистная тема. Он ненавидит Украину, он ее ненавидит с 1901 года. Так как его воспитали, так как Вовку воспитали в Ленинграде на настоящего советского человека, таким он и остался. Он никогда не расстался с Советским Союзом. Приветствую всех, меня зовут Сергей Антонов и это канал «Диагноз Путина». Подписывайтесь, ставьте лайки, это поможет нам расти и развиваться. Мы продолжаем говорить о психологии главного маньяка современности, Владимира Путина. И сегодня у нас в гостях известная польская писательница, номинированная на Нобелевскую премию мира в 2005 году, автор книги о биографии Владимира Путина «Вова Вовочка Владимир. Секреты путинской России» Кристина Курчаб-Редлих. Приветствую вас, пани Кристина, и благодарю за то, что дали согласие на интервью. Добрый день вам, добрый день всем. В 2000 году в России вышла книга от первого лица, которая рассказывала официальную биографию Владимира Путина. И была она выпущена в рамках его избирательной кампании. В этой книге детству Путина от рождения до четвертого класса посвящено всего треть страницы, буквально два-три абзаца. И там нет никаких фактов, подробностей или деталей. Зато истории его официальной семьи и официальных родителей, а также его жизнь, начиная с четвертого класса, описаны максимально подробно. Видимо, с целью замаскировать очевидный пробел с ранним детством. Ваша книга «Вова, Вовочка, Владимир. Секреты путинской России» представляет другую версию детства Путина. В отличие от официальной биографии, она содержит уже подробное описание этого периода его жизни. Расскажите, пожалуйста, нам о тех фактах из детства российского диктатора, которые вам стали известны в ходе вашего журналистского расследования и которые вы описали в своей книге. Да, это первая глава моей книги «Вова, Володя, Владимир», которая посвящена его детству. И надо подчеркнуть, что все, практически все биографии, которые вышли в мире про Путина, они отрицают правду. Но почему? Потому что это правда, знаете, она такая, как из бразильского сериала, как у нас говорят. Очень такая, но дешевая история очень сложного детства. Потому что у Путина не эта мать, не этот отец, не это место рождения и не эта дата рождения. То есть все не так. Но правда достаточно проста, ничего такого там нет, кроме того, что он не рожденный ни в Ленинграде, ни этой матерью, ни этим отцом, который ее представляет. Почему все так произошло? Потому что настоящая мать Путина нашлась в 2000 году, тогда-то, когда оказалось, что Владимир Владимирович Путин будет президентом. И журналисты грузинской газеты «Алия» при помощи чеченских своих коллег, они, не буду рассказывать, что и как, потому что это достаточно длинная история, откуда здесь чеченцы взялись, Но так или по-другому, в летом 2000 года журналисты этой газеты появились в грузинском селе Метихи в 30 километрах от Тбилиси. Почему? Прежде всего потому, что в этом городке, в этой деревне, до того появились очень странные люди, конечно, КГБшники, только, знаете, они не представлялись как КГБшники, и они просто начали расспрашивать всех, всех жильцов этой местности, помнят ли они кого-то, такого Вовка, который здесь был, вообще знают ли они что-нибудь о каком-то мальчике, который здесь был и вдруг исчез. И все сказали, не все, но очень многие сказали, да, да, здесь жил такой Вовка, такой Вовочка, они его Вовкой называли, с трех лет до десяти лет, а потом его мать, Вера Николаевна, его куда-то вывезла. И вот, откуда он взялся в этой деревне? Его родила Вера Николаевна из дома Путина, которая жила под Ураном в городе Очер, и в этом же городке, то есть она, вся ее семья, все села Терехино, это несколько километров от маленького местечка Очер. И она была из Терехино, но она училась в очереди, и она в этой очереди в техникуме, но надо учить, что после войны, это же не девушки маленькие, учились в этих техникумах или школах. Только уже взрослые женщины, которые во время войны, они работали же на заводах, правда? Ну и ей было уже больше 20 лет, когда она встретила во время учебы в техникуме, она училась в техникуме агрокультурной промышленности, и она встретила там парня, которого звали Платон Привалов, и она начала с ним жить, и вдруг оказалось, это нормально, что она беременная. Но когда это оказалось, как раз его не было в этом же городке, и он получил пересылку. Оказалось, что это пересылка с какой-то едой от его жены. А он не говорил, что он женат. Когда она узнала, что он женат, она, конечно, сбежала оттуда, сразу оставила его, и куда вернулась туда, где возвращаются все женщины в таком положении к родителям. То есть она переехала опять в Терехино, и в городке Очер, она в 1950 году родила Володю. И это 1950 год. И она там жила с родителями и с Вовочкой еще год. Или мне кажется, что даже больше. Когда я ее спрашивала, я с нее встретилась в 2019 году, она тоже не помнила, это год или два она потом спустя как-то выехала и оставила Вовку. Почему она его оставила? Потому что она ехала в Узбекистан, в Ташкент на практику. Вообще она очень хорошо училась, и она была такой очень толковой женщиной, которая действительно любила учиться. Но в этом Ташкенте рядом с местом, где интернатом, где она жила, были солдаты, то есть была станция для солдатов, забыла, как это называется, военная часть. Военная часть, вот. И из этой военной части солдаты приходили тоже потанцевать где-то там недалеко. И они там встретились. И, конечно, он был очень красивый, она не очень. Но не знаю, как это произошло, но они познакомились, и он очень быстро предложил ей жениться. А помимо того, что знал, Грузин, это не так просто, что у нее есть ребенок. Но он сказал, но это не важно, все, поедем ко мне, я, конечно, очень богатый. Кто знает Кавказ, тот знает, как можно кавказцам верить по таким делам. По другим, может быть, можно, но не по этим. Но не было это для нее важно. Просто мне кажется, она просто влюбилась в него. Очень быстро они там поженились, в Ташкенте. И уже, как его жена, она приехала туда, в село Митихи, в Грузию, где оказалось, что у него не только нет дома, но в доме у его отца даже пола нет. Так что беда из каждой, из любой стороны. Но ничего, она все-таки осталась. И через некое время, когда Вовке было 3 годика, она попросила маму, чтобы ее привезти. Я ее спросила, ну почему? Это очень, знаете, такой простый, прямый вопрос. Почему вы хотели его туда привезти? Ну потому что я заскучилась за моим сынком. Она его туда привела. И тогда, когда он еще был маленький, и светлые волосы, светлые глазки, там Кавказ, все такие черные, черноглазые, он очень понравился. Но по мере того, как он рос, он перестал нравиться мужу, этой его матери, потому что уже появились его дети. И он, и это вообще, это же Кавказ. То есть внебрачный ребенок, это что-то, не такое простое, как в России это было. его там перезывали Кнытла и еще по-другому. Все-таки он рос, он встал, он пошел в школу, он начал очень хорошо учиться, но одновременно и дети, и другие очень, но не очень были приятные к нему из-за этого. То есть дети вообще его больше любили, чем взрослые, которые не давали ему жить, и его перезывали Кнытла, то есть, как сказать, внебрачный ребенок по-грузински и еще издевались над его матерью. Этого он не мог, не мог как-то пережить. Когда эти журналисты, которые приехали туда и расспрашивали людей насчет того, как они помнят Вовку, они его друг, приятель, которому он оставил даже и фотографию свою, он сказал, что Вовка был очень такой скрытый, очень тихий ребенок и прежде всего он любил ловить рыбу в реке Кура. Так, знаете, на полях я скажу, что в этой же реке, 50 лет тому раньше, в этой же реке такой же грустный мальчик с тоже очень сложной биографией Сталин, Иосиф Виссарионович, тоже ловил рыбу. Но вообще есть много расходств между ними. Но Вовка, чтобы как-то защищаться, он очень быстро записался в школу самообороны, которая как раз была в этом селе Митлихии, а их было тогда очень много. И он научил защищаться. и если уже кто-то зацепил Вовку, тот начал жалеть, потому что Вовка очень хорошо умел защищаться. Он был в этой школе, его очень многие вспоминают. вот в этой газете газете Алия грузинского стихи есть очень длинные вообще рассказы. Кто рассказывал, допустим, какая-то его коллега, школьная коллега, у которой был и сад, и родители зажиточные, она ему всегда приносила какую-то еду. Он ее всегда ожидал. И все вспоминают, что он был очень бедный, что очень был бедно одет, что и прежде всего, что отчим его очень сильно избивал. Избивал его не только кулаками, не только руками, но и палкой, чем попало. И когда не только я, но несколько журналистов, которые разговаривали с Верой Николаевной, они спрашивали на эту тему, она говорила, нет, он его не избивал, но любит, он его не любит. Конечно, она защищала своего мужа, не говорила, что он его избивал, но все таки жизнь Володи становилась тяжелее и тяжелее и также жизнь этой веры его матери, потому что пришел день, когда ему было уже, он был в третьем классе, когда вдруг он исчез, оказалось, что сестра у того мужа, она вывезла Вовку в Тбилиси к какому-то полковнику, который хотел его усыновить. В последнюю минуту его мать туда приехала и она тогда-то решила его вывезти к своим родителям. Вовке тогда-то уже было 10 лет. И но то, что все подчеркивают, а именно Вера Николаевна, когда я с ней разговаривала, как вы помните вашего сынка с тех времен, она первое, что сказала, он был очень маленьким. Он был очень маленьким, то есть еще показывался младше, чем был. Так или по-другому она его вывезла в один очень нехороший день к своим родителям. И то, что говорила и журналистам, которые ее спрашивали в 2003 году, Ineke Smith, нидерландская режиссер, сделала фильм, который можно найти по интернету, называется «Путинс мать», «Путинс мама». Ее имя Ineke, Smith, Smith по-английски, просто надо написать, и вы увидите, что она говорит одно и то же, что она отвезла Вовку к своим родителям, но она никогда не думала, что она его видит последний раз. И она повторяет, он очень сильно плакал, а я его даже не прижала, не прижала. Я ничего, потому что сама не хотела расплакаться, я даже его не поцеловала. Он плакал, а я ушла. Я никогда не думала, что это последний раз я его вижу. Но потом эти его родители, Путины, отдали Вовку своим каким-то родственникам мне очень сложно. Я нигде не нашла, какие связи были между родителями Путиным с Очера или Стерехина с этими Путиным, которые оказались в городе Ленинград, которые были, и это действительно так, совсем с Мирмской области. То они были не с Пельской области, они были с другого района вообще. Но ясно, что те ленинградские Путины очень хотели усыновить ребенка, потому что их первый сын умер до Второй войны, до Великой Отечественной войны. в 1939 году, а другой умер во время ленинградской блокады. То есть они потеряли двух сыновей, маленьких, и, ну, и они были уже очень-очень взрослые люди, им было, ну, ему почти 50, а ей за 40, когда оказалось, что они могут все-таки поиметь ребенка, то есть поиметь этого сынка, который тоже Путин. Но и вдруг. И сейчас мы читаем такие воспоминания ребят из этого двора, куда приехал Вовка. в один день тетя Маша, то есть его новая мать, привела за руку мальчика и сказала, вот, ребята, это мой сын, его зовут Вовка, будьте для него добры, не обижайте его. И все, знаете, есть это в письменном виде, его коллеги из этого времени, все говорят, что он появился там, когда в один день и он вошел в эту ленинградскую сферу. Но абсолютно и это ясно, до того времени никто не видел этой женщины беременной. То есть Вовка у нее появился, когда ей было 41 год. Она пережила с трудом почти умирала во времена этой ленинградской блокады от голода просто. Потом война закончилась в 45 году. До этого времени, до 60 года, она как-то не забеременела никак. Никто ее не видел беременной, никто не видел никакой коляски ее или этого отца с сыном в коляске. Никто нет ни одной фотографии с этих времен просто. Но появляются фотографии вроде бы в этой книжке, которую мы показывали с 1958 года, но по сути дела эта фотография сделана в 1960 году, то есть два года позже. Ну и что? И появляется этот ребенок маленький, маленький ростом, но вовсе не маленький, ему 10 лет, на который он не выглядит, но и что? Ему нужно идти в школу. Но грузинская школа, а питерская, ленинградская тогда-то школа, это две разные вещи. В этой грузинской школе были уроки российского языка, русского языка, но там говорили по-грузински. И Володя маленький лучше говорил по-грузински, чем по-русски. Но не только из-за этого ему нужно было сделать новую метрику. Надо было сделать новую метрику, потому что новые родители, новый адрес. И когда они это делали, переделали год рождения Володи на два года позже, чтобы он выглядел на... Потому что он, как я говорю, выглядел намного моложе, чем действительно был. И чтобы все это сходилось, они сделали ему новую метрику, что, кажется, для этого отца не очень сложно было, потому что он был простым рабочим, но очень высоко стоял по лестнице, партийной лестнице, как еще до войны, работавший в НКВД, то есть в отделах, в подразделениях, которые потом переделались в КГБ, но до того было НКВД перед войной. Ну вот, Вовку сделали новую метрику, но этой метрике никогда никому не удалось найти в питерских архивах. Она исчезла. Ну и что? Маленький Володя начинает жить новую жизнью, которая для него очень сложная, потому что входит в новую сферу. Абсолютно с этого грузинского климата его перебросили в Ленинград. То есть посмотрите, как маленький ребенок, когда ему было 3 годика, его вырвали с той семьи, в которой он рос, то есть с семьи родителей Веры Николаевны, дедушки и бабушки, которых, наверное, он принимал как своих родителей, где ему было уже уютно и как-то, знаете, это было его, да? А то, что происходит, как оказывается, по человеческим нервам и что остается больше всего в нашей психике, это то, что мы переживаем до 3 лет. Мы, конечно, этого не помним, но наши нервы и наша психика это очень хорошо помнят. А прежде всего ребёнку нужен, как психология доказывает сегодня, нужно ощущение спокойства и безопасности. Но какая здесь безопасность, как тебе, как ребёнка, перебрасывают в эту Грузию, где другая мать, другой отец, другой климат, другой язык, и он маленький, вынужден этим всем как-то опять найти себя, так? Как он нашёл себя, я уже сказала, это очень непросто было. А потом его пересылают в этот Ленинград, где он опять вынужден как-то притворяться, что он есть тем, кем он, по сути дела, не есть. Да, пани Кристина, получается, что Путин в самом раннем детстве был никому просто не нужен. От него все пытались избавиться, всем он мешал, отчим его бил. Нет, 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 мать его, мать очень не хотела его отдать, мать очень его любила, но знаете, любовь к матери, которая в Грузии, это никакое сюсюкание, это не прижимание, это не поцелуи, она так, такую дала ему опеку, как могла, но не больше, а это было слишком все-таки, для него тогда это было нормально, но когда его выбросили, этот Ленинград, он опять получил мать, где его любимая учительница подчеркивает, в этих же воспоминаниях, которые вы показали, там никакого сюсюкания не было, никто над ним не трясся, то есть он был хорошо накармен, накармен, он был нормально одет, но эта мать работала с утра до вечера и еще ночами, чтобы заработать на него, и отец, как все вспоминают, у него была очень тяжелая рука, то есть опять его вкубили, то есть отчин первый его очень сильно избивал, не любя, а этот его бил так, что эти ребята из этого двора воспоминают, но их же тоже не сюсюкали специально, но говорят, что у старого Путина была очень тяжелая рука, и вовку постоянно за всем избивали. Путин, кстати, я извиняюсь, перебью, Путин, кстати, сам об этом пишет, вот в книге от первого лица, он пишет, что какой-то эпизод приводит незначительный, и пишет о том, что отец его избил ремнем, то есть он сам это подпочитает. что они пошли купаться там на небу зимой, но ремнем хорошо, то есть так, это не проходит, знаете, это избивание ребенка не проходит нормально, то есть это остается. И еще до этого, не только избивание, Путин вошел там в хулиганскую нормальную среду, он там пишет, что я был хулиганом, а журналисты его спрашивают, потому что очень поздно приняли Вовку в пионеры, но и он подчеркивает буквально этими словами, я не пионер был, я был хулиганом, но как-то вы этим гордитесь, спрашивают журналисты, да, я был хулиганом, я очень хорошо находился в этой дворовой среде, и он там, как он начал хорошо всех бить, сначала его били, это тоже без следа не проходит, потом он начал других избивать, и то есть посмотрите на детство этого мальчика, и в конце концов, чему я там, что я нашла, он очень часто находился в милицейской избе ребенка, и там и там ним занялась эта его любимая учительница, которая почти выступает потом как его мать, это ее мы видим на олимпийских играх, когда сидит рядом с Путиным, но это уже другое, то есть детство этого мальчика очень можно сказать тяжелое, и это детство, которое показывает ему так, что правды нет, я сейчас не этот Володя, которым я есть, то есть я другой Володя ленинградский, и мне кажется, что для него он очень просто и вошел в это жизненное вранье, которое уже с ним срослось до такой степени, что он сейчас это тоже психологи подчеркивают, что если кто-то очень часто врет, это вранье изменяет состояние его мозгов биологически, и люди, которые врут очень часто, они принимают это вранье как правду, каждый раз другую, но правду, но если вы прочитаете эту его биографию от первого лица, вы увидите, как каждый раз он говорит, я хороший, я первый, меня взяли туда, меня хотели взять туда, это все неправда, у него постоянное чувство неполноценности, которое, которое его, как-то из-за которого он стал тем, который он стал, потому что из-за чувства этой неполноценности и потребности, чувства локтя просто, он пошел в КГБ, он очень рано, он захотел идти в КГБ, очень рано говорят, что он сам говорит, что хотел быть как Штирлиц, или кто-то похож на Штирлица, но знаете, это его вся путь, весь путь к этому мне показывает, что он искал кого-то, кто его будет сильно защищать, и все говорят, а он КГБ, и он потому такой, но он потому, что он такой, такой беззащитный, и такой, который постоянно должен был врать, пошел туда, где захотел, чтобы уже напрочь его как-то приняли и его защищали. Он туда пошел для защиты в КГБ. Есть такая версия, что некоторые политические убийства как раз были связаны вот с этим грузинским детством Путина, тот же Артем Боровик и так далее. Да, абсолютно да. Как вы можете это прокомментировать? Журналисты связали с Артемом Боровиком, кем он был. Он был владелцем большого holdingа, holdingа прессы. У него были два издательства прессы и совершенно секретная иверсия и программа на телевидении, которая тоже называлась совершенно секретной. И они, то есть журналисты связались с Боровиком и у них на руках были фотографии маленького Путина из три фотографии всего, но это уже большой из времен грузинских и другие доказательства его грузинского детства. И Артем Боровик с чеченцем, который постоянно летал в Киев, сели в его, то есть арендованный этим чеченцем, этим бизнесменом чеченским самолетом и они 9 августа должны были туда, нет, что я говорю, 9 марта, 9 марта должны были туда лететь. и в 9 секунд после того, как поднялись, самолет разлетелся. То есть он не то, что разлетелся, но упал на левое крыло, но так или по-другому была катастрофа и погибли и этот бизнесмен чеченский и Артем Боровик. Потом, конечно, следствия ничего не показалось, но следствие, которое делали журналисты, доказало пункт после пункта, что это была специальная катастрофа, потому что все другие самолеты, которые тогда-то летели из этого, из Внукова, как-то спокойно летели и ничто не осталось, там оказалось, что левое крыло было помазано специальным средством, которое что-то средством, которое было разработано еще из-за времен Советского Союза в КГБ, которое привело к этой катастрофе. И когда директриса этого совершенно секретно, большая журналистка, которая принадлежала тогда-то к Международному Союзу журналистов, она спрашивала человека, который занимался только всю свою жизнь, занимался катастрофами, Борис Фринландер, что такое произошло. Он занимался этой катастрофой, он сказал, это у меня в сейфе, я ничего вам сказать не могу, и может быть будут такие времена, когда я что-то смогу, но пока я вам ничего на эту тему не скажу. И когда Борис Фринландер умер, буквально несколько часов спустя пришли и взломались к этому, то есть ФСБ вытащил из этого сейфа все документы. И это уже 9 марта, почему я подчеркиваю, что это март, 26 марта должны были произойти и произошли выборы Путина, первые выборы. И они все это хотели сделать, то есть сказать насчет настоящего детства Путина до выборов. Конечно, это бы не очень сильно помешало, но все-таки как-то бы показало другую сторону этого кандидата в президенты, но и его настоящее детство, и его настоящее, и то, что он врет в своей настоящей биографии. В этот же день, 9 марта, должны были приехать в это село Метехи к этой матери журналисты, приглашенные журналистами грузинскими журналистами из этой газеты «Алия». И они сели, я знала, потому что коллеги туда ехали, я не ехала, потому что была как раз уже связана с войной в Чечне. Они туда поехали, сели в два автобуса и поехали, там их ждали в этом Метехии с большими столами, как-то грузины и прочее, и их не пустили через границу даже, и мало того, приказ был просто, даже не открывали двери, то есть никак нельзя было выйти из этих автобусов двух. Они поехали на границу и выдушными были вернуться из границы их никуда не пустили. Еще вероятно из-за этого убили итальянского журналиста Руссо, который накануне сделал запись разговора с матери Путина, то есть Верой Николаевной Путиной, там в Метехии и его просто беспосредственно убили. Низ говорят, что из-за того, что он собирал материал из Чечни. Да, но он этот материал из Чечни собирал уже два года, когда все это началось в Чечни и высылал в Италию. Ничего как-то не произошло. Только после того, как он сделал интервью с матери Путина, его страшным способом убили в Грузии. Паня Кристина, вот в своей книге вы также рассказываете о войнах в Чечне и Украине, которые развязал Путин. Поэтому вот хотел задать такой вопрос. Как вы считаете, какие мотивы у Путина были, чтобы начать эти войны? Особенно просто поражают своей жестокостью вот это широкомасштабное вторжение в Украину. Зачем Путину нужны были эти все жертвы и разрушения? Как вы думаете? Это были мотивы Путина, мотивы Путина чеченские, это стать президентом, стать, это был единственный путь, который мог показать Путина как героя и показать его русским. Вообще, что есть такой замечательный человек, как Путин. Еще только на полях я вам подскажу, что первые выборы Путина, как все остальные, тоже были подделкой. То есть не те проценты, не та поддержка и все. Ну ладно, он становится президентом и уже тогда, в первом выступлении перед думой и федеральным собранем, он говорит, что нам надо защищаться, нам надо, войны никакой нету, есть 2000 год, уже Чечня вроде бы, правда, не угрожает, нам надо защищаться, мы будем воевать, мы будем, и что он говорит, мы будем отставать каждого русского за пределами России. Он не может согласиться с этим, что Украина и другие республики отделились от России. Есть 1994 год, возвращаемся немножко в Питер, есть такое международное, первое международное собрание демократических сил в Питере и вдруг встает небольшой, небольшого роста человек и говорит более-менее так, мы забываем об этом, что, ага, потому что там был разговор о вступлении, о расширении НАТО, могут ли вступить страны бывшего соцлагеря в НАТО. И вдруг встает Путин и говорит так, мы забываем об этом, что миллионы русских находятся сейчас за пределами России и что мы нужны, мы вынуждены их защищать и мы вынуждены их возвращать на территории наши территории русские, которые нам отобрали как, например, Крым. Вот, 1994 год, заместитель мэра, никто его вообще о ничем не спрашивает и он говорит уже об этом, что надо отбивать Крым, что Крым не украинский. 1994 год, то есть Путин, которого воспитал этот его второй отец до войны НК2-дшник, потом КГБ-шник, вообще очень сильный любитель Сталина, у которого портрет Сталина висел в комнате, он, так как его воспитали, так как Вовку воспитали в Ленинграде на настоящего советского человека, таким он и остался, он никогда не расстался с Советским Союзом и он абсолютно не мог, как взрослый человек согласиться с этим, что будут независимые страны и независимая Украина и прочее, и все, что он потом делает, все, каждый раз, когда он выступает и говорит на счет Украины, он говорит, что это не настоящая страна, это не настоящий народ и что все, что становится Украину, это то, что им подарил Ленин и западные страны, как Польша. Никакой настоящей Украины нету, но он об этом был убежден постоянно и он никогда не согласился по-другому, он никогда не, уже как стал президентом, он постоянно думал об этом, как отбить Украину, как присоединить Украину опять, опять Россию. И знаете, есть, я только еще скажу, что есть немецкая журналистка, она уже психолог, которая занималась очень сильно Гитлером и она доказала, может быть, с какой-то точки зрения доказала, что ненависть Гитлера к евреям происходит из его детства. А мне кажется, что ненависть Путин, что есть какая-то точка, от которой он не мог отвязаться. И так как я отслеживаю уже Путина как власти, я вижу, что с самого начала украинская тема, это была его главная ненавистная тема. Он ненавидит Украину, он ее ненавидит с 1991 года, потому что этот человек, который так подчинен всегда и в СССР, и до, пока он стал президентом, подчинен всем, он ненавидел эту духу свободы, который украинцев есть. К сожалению, время нашей программы подошел к концу. Большое вам спасибо, пани Кристина, за интересное интервью. Меня зовут Сергей Антонов, вы смотрели канал «Диагноз Путина». Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк. И увидимся через неделю. «Диагноз Путина» «Диагноз